Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мастер Чу, и сегодня у нас в ролике пойдет речь о Warcraft 3 Reforged'е. Я очень надеюсь, что на моем канале есть те самые люди, которые вообще не в курсе, что сейчас происходит с Warcraft 3 Reforged'е. Именно об этом пойдет речь в данном ролике. Вполне возможно, что вы уже смотрели десятки роликов, почему же Близзов сейчас все хейтят. Но я скажу со своей точки зрения, я не смотрел ни одного, поэтому моя позиция будет оставаться моей позицией. И я лишь вам приведу действительно пруф и примеры, что сейчас происходит. На метакритике данная игра пробила днище. Это то же самое, что если бы Тимати вместе с Гуфом начали снимать не клипы, а делать игры. И как бы набрали миллион дизлайков. Сейчас очень дико все это хейтится, и я как человек, который фанатеет по играм Близзарда. Это Warcraft 3, это World of Warcraft, это Overwatch, это Hearthstone. Буквально все эти игры меня просто вдохновляли, и я играл во все эти игры с удовольствием. Но, когда только заанонсили Warcraft 3 Reforged, я не стал его приобретать. Я не буду голословным, я покажу вам сейчас свой аккаунт. Вот мой аккаунт, и как бы вы видите, что у меня до сих пор горит предзаказ World of Warcraft. Играть, Overwatch играть, Hearthstone играть и так далее. Но я так и не решился купить Warcraft 3 Reforged. Я не буду советовать вам всем брать и откатывая сейчас деньги. Последите за новостями в интернете, а я лишь постараюсь привести вам голые примеры, что же пошло не так с этой игрой. Начнем с самого простого, друзья. Это графика. И на самом деле, не просто графика. Многие бы, наверное, даже не обратили внимания и не стали бы настолько хейтить Близзов, если бы не оказалось так, что то, что они нам пообещали, и то, что вышло в итоге, абсолютно две разных вещи. Потому что, ну, когда вы перерабатываете игру, к примеру, да, и не говорите, каким образом визуально она будет переработана, не показываете примеры, да, а просто-напросто говорите, игра будет переработана, графика будет улучшена. Ну, у людей, у каждого в своей голове присутствуют какие-то свои ожидания, какая она будет. Тем не менее, ребят, они то, что показывали нам с вами на Близзконе, и то, что получилось в итоге, это две абсолютно разных версии. И как бы, посмотрите, графика в старой версии, графика в новой версии. Ну, деревца стали вроде поприятней, а как по мне, земля стала еще более херовой. И да, дорогие друзья, когда я говорю о том, что обещали одно, вышло совершенно другое, обещали вот это. Я не понимаю, каким образом можно было на Близзконе показать прототип игры, прототип рефоржнутой улучшенной версии с улучшенной графикой, как можно было на Близзконе показать лучше, чем оно получилось на самом деле. Это, получается, существуют два различных билда с немного переработанной графикой и билд с тем, что вышло в итоге. Причем билд с тем, что вышло в итоге, оказался еще и херовий. Я считаю, что хейтят сейчас Близзов именно за то, что они нам наобещали, они этого не исполнили. Потому что, если бы этих обещаний не было, ребята все равно бы порадовались тому, что вышло, тому, что их игру хоть как-то обновили. Но здесь мы переходим ко второму пункту. В то время как можно приобрести обычный Warcraft рублей за 250, может быть, максимум за 300, я не помню уже точный ценник, продают рефорженную версию, то есть вроде как улучшенную, доработанную версию за 1299 рублей. А улучшенную версию Spoils of War Edition с различными ништяками для других игр Blizzard продают аж за 2500 рублей. Жесткие фанаты, которые прям очень сильно ждали, когда же их замечательная игра появится, переработанная, мы снова будем играть в эту самую игру, купили версию по 2500 рублей. И представьте, насколько было жесткое негодование у людей, которые ожидали хорошую графику, хорошо поддерживаемую сетевую игру и так далее, а получили ни то, ни другое. И про сетевую игру здесь также я упомяну. Суть в том, что когда вы пытаетесь зарегистрироваться в сетевую игру, у вас начинают появляться дикие баги. То есть вы пытаетесь зарегаться, поиграть со своими друзьями, и я вообще не помню игры Blizz of, на самом деле, за последнее время, чтобы с сетевыми режимами были какие-то проблемы. Судя по всему, причина в том, что над очень многими элементами этой игры трудилась не сама компания Blizzard. Blizz of в последнее время все чаще начинают отдавать свои игры на аутсорс. Я не понимаю, хоть убей, что за причина того, что они передают в руки совершенно других изданий производство своей игры, причем одной из лучших игр. Насколько описано на сайте LLS, LSS, точнее азиатские разработчики, занимались концепт-артами этой игры, анимацией, созданием декораций, эффектами и элементами интерфейса. Занималась всем этим некая Lemon Sky Studios. Теперь вопрос. Будучи разработчиками Blizzard, у вас штат маленький, или вы всех поувольняли после предыдущих проблем? Я не знаю, с чем это связано, честно. И, знаете, сейчас огромнейшее количество мемов ходит в сети. Ну, настолько большое количество мемов, что над ними действительно все смеются. Сейчас вы увидите буквально все вот здесь вот сверху надо мной, и я думаю, что порофлите. Сейчас деньги откатывают с этой игры абсолютно все. Blizzard при этом на форумах банит, когда открываются темы с вопросами, каким образом можно откатить все эти дела про платежи. То есть, они по максимуму сейчас пытаются закрыть этот вопрос с откатами платежей. Они прекрасно понимают, что их игра провалилась. Провалилась настолько, насколько не проваливалась, наверное, ни одна игра из всего их списка. К примеру, тот же самый Reign of Chaos был гораздо лучше, чем то, что есть сейчас. И есть еще одна огромнейшая проблема, которая существует, из-за которой игру захейтили вообще все. Почему я изначально хотел вообще рефоржет купить? Почему я хотел приобрести именно эту игру? Я вам сейчас объясню. Потому что в мои времена, когда я кайфовал от этой самой игры, мы вместе с друзьями посещали компьютерные клубы, и там был огромный пак карт. То есть, это были различные DD Extreme, это различные Tower Defense были. Я не знаю, в описании, кстати, можете написать свои самые любимые карты, которые были в Варике. Та же самая Dota раньше была просто картой. А сейчас Blizzard сделали очень интересную вещь. Лицензионное соглашение. Если вы читали, то вы, наверное, прям приорали. Проблема в том, что сейчас все абсолютно карты, которые создаются в Варике третьем, в Reforged'е, принадлежат сразу же студии Blizzard. Если раньше вы создавали эти карты в Варкрафте третьем, и вы являлись владельцем интеллектуальных прав на идею, задумку того, как вы расположите различные здания, юнитов, и вообще, как построите ход игры, то сейчас творчество полностью убили. Потому что у людей нет желания с финансовой точки зрения создать какую-то карту, которая хайпанет, и на которой они смогут заработать денег. То есть, не просто ребята, да, которые делают это for fun, а именно профессиональные картоделы. Зачем им это делать, если это не принесет им не то, что выхлопа, это не принесет им абсолютно ничего. Они станут лишь одним человеком, который случайно для Blizzard разработал супер-сверхохеренный концепт. С этого горят сейчас абсолютно все. Я не буду просто спойлерить. Смотрите, метакритика 0.6. Просто как бы рейтинг 0.6, ребят. Вы понимаете, такого не было за абсолютно все время с компанией Blizzard ни разу. Даже если мы сейчас с вами найдем не Warcraft 3 Reforged, если мы с вами найдем старую версию Warcraft, вы увидите, насколько сильно отличается рейтинг Warcraft 3 нашего старого от того, что есть сейчас. Давайте начинаем искать. Enter Search. И мы с вами находим эту самую версию. Не Rain of Chaos, давайте Frozen Throne. На метакритике у Frozen Throne до момента снятия этого ролика был рейтинг 9.6. Сейчас даже у третьего Frozen Throne люди начали ставить дизы. У него сейчас рейтинг 9.1. Вы понимаете, сейчас абсолютно все, что связано с Warcraft, просто-напросто летит в какую-то вообще бездонную пропасть. Я понимаю прекрасно, что в большой степени все комьюнити игр в последнее время больше любят говорить о каких-то негативных моментах, нежели о позитивном. В целом нужно радоваться тому, что исправили графику, там доработали то-сё, пятое-десятое. Но есть также еще один нюанс, который просто вводит меня в полнейший шок. Настолько шок, что, ну, я немного горю. Представьте, что у вас есть World of Warcraft или любая другая игра, в которой есть достижения. Для того, чтобы вам достичь определенных достижений и получить какой-нибудь баджик, просто вымышленный пиксель, да, вам необходимо сделать много всего, добиться чего-то, долго играть, долго проводить время. А сейчас, знаете, что доступно? Все легко. Читы работают внутри игры, встроенные читы, и вы можете просто-напросто, введя все эти читы, пройти весь Warcraft 3 Reforged на любой сложности и получить абсолютно все ачивки. Вот прикрепленный скриншот, редис полностью прошел таким макаром эту игру и получил эти ачивки. А теперь вопрос, Blizzard, на кой хер вы вообще вводите ачивки в Reforged, если они все делаются благодаря читам? Ценности такой ачивки нету, ценность теряется, и точно так же потерялась вообще вся ценность игры в Warcraft 3 Reforged. Абсолютно. Я не собираюсь приобретать эту игру, пока ее не доработают разработчики, пока они не сделают то, что на самом деле обещали, пока сетевая игра не станет доступна на все 100%, пока не будет переработана до конца графика, потому что даже если мы с вами начинаем просто-напросто сравнивать графику, которая сейчас с графикой, которая должна была быть, ну как бы что? Самое, что забавное, нам обещали сверхкрутые сцены с очень красивой прорисованной динамикой лица. Сейчас вы видите надо мной то, что они говорили, как будет BlizzCon 2018, то, как они нам это показывали. А справа это январская версия, то есть, соответственно, то, что вышло. И знаете, что самое интересное? А даже то, что они обещали, и те ролики, которые они наснимали, тогда, сейчас в релизную версию игры не вошли. Blizzard, как? Просто объясните мне, как? Ну как? У вас уже готовый материал, который даже если перенести сейчас в игру, это будет гораздо круче. А то, что мы сейчас с вами вот здесь вот видим, оно вообще ни в какие рамки не идет. То есть, вот эта графика, которая есть сейчас, почему ей просто-напросто нельзя было воспользоваться? Даже то, что вы показывали на BlizzCon, было лучше, чем то, что в итоге получилось. Я этого абсолютно не понимаю. Как фанат игр Blizzard, я могу сказать, что, ну блин, ребята разочаровывают очень сильно. И лично мое вангование. Сейчас очень большое количество увольнений пройдет. Сейчас я думаю, что их очень сильно продолжат хейтить. Это во-первых. А во-вторых, огромная проблема будет с их дальнейшими играми. Поэтому, ребят, к этому готовьтесь. В чем причина? Скорее всего, выйдет Overwatch, вторая часть. И все хейтить начнут Overwatch, вторую часть. Знаете, за что? За то, что они снова взяли деньги, а в игре лишь добавился PvE режим. Я до сих пор не понимаю. Я понимаю, что надо зарабатывать деньги, компания и так далее. Но зачем вы делаете одну и ту же игру, и когда вводите большой контентный патч в виде просто PvE режима, вы берете снова те же самые деньги. Зачем? Как так? Я, если честно, вообще не понимаю, как так можно. Мне кажется, сейчас даже выгодно брать и приобретать. Еще через недельку, через две будет акции или тех же самых Blizzard. Потому что сейчас после Warcraft 3 Reforged'а цены на акции упадут. Если Overwatch 2 выйдет до того, как выйдет Warcraft, новый Shadowlands, акции снова упадут. То есть, акции этой компании будут пробивать дно. Соответственно, начнут появляться те самые люди, которые будут приобретать эти акции. Мне кажется, когда выйдет Shadowlands, ситуация либо изменится, и вы все заработаете огромное количество денег, либо, ну, ситуация абсолютно никак не поменяется. И если в этом году провалится еще и Overwatch, если в этом году провалится Shadowlands, то я даже не знаю, что останется от этой компании. У них останется в будущем, в таком случае, только Diablo Immortal, который изначально уже даже во время анонса считался полнейшим провалом. Ну, и у них останется Diablo 4, последний оплот спасения, который и то не будет выпущен в этом году, а дай бог выйдет в 2021-2022 годах. Не знаю. Как по мне, Близзы очень сильно испортились и скатились. Но мои теплые воспоминания все равно готов передать этой самой компании, потому что, ну, слишком большое количество воспоминаний связано у меня с третьим Warcraft'ом, с WoW и со всем остальным. Моя рекомендация, ребят, если хотите поиграть, можем даже устроить стримы на канале, но не по Reforged'у, а именно по старой версии игры. Много теплых воспоминаний, много хороших карт, в которые я поиграл бы со своими зрителями, то есть с вами, много хороших карт, в которые я бы поиграл вместе со своими друзьями. Если поддержите эту тему, ставьте лайки, вполне возможно, мы это реализуем каким-то образом на канале. Вот такие вот новости. С прискорбием я вам очень сильно сообщаю. Ситуация очень сильно печальная, и играть в эту игру или нет, я крайне не рекомендую. Не переплачивайте деньги за ту игру, которая вышла. Вы достойны гораздо большего. По крайней мере, сейчас купить за 200 рублей или того дешевле обычную версию Warcraft'а третьего Frozen Throne, я думаю, будет самую малость профитней. С вами был я, Мастер Чу, держу вас в курсе новостей, надеюсь, что эти новости вам нравятся, и надеюсь, что я уберегу вас от лишних и ненужных трат. Всем до новых встреч, пока!